Молебдом на начало благоводила в Кургане открылась 10-я международная православная троицкая ярмарка. Ее ряды развернулись в непосредственной близости от Троицкого собора, возведенного на месте снесенного в 50-х годах прошлого столетия одноименного храма. По словам участников, этот факт придает проекту особый символический смысл. Всех поздравляю вас с открытием юбилейной в этот год выставки. И хочу выразить огромную благодарность организаторам этой выставки, которая каждый год приезжает к нам и способствует объединению и просвещению во славу Господа нашего Иисуса Христа, наших граждан. От лица организаторов к участникам церемонии с приветственным словом обратился директор общества Уральской выставки Андрей Шварнев. Он сообщил, что в этом году выставка посвящена 410-летию воцарения Дома Романовых и все культурно-просветительские мероприятия будут посвящены этому событию и, конечно же, Святой Троице. Андрей Шварнев вручил ряд наград в память об участии в 10-й юбилейной Троицкой ярмарке, а также в благодарность за многолетнюю молитвенную помощь в организации и проведении православного проекта. Грамоты получили священники Курганской епархии и 5 постоянных участников выставки, которые все 10 лет участвовали в ярмарках в Кургане. После молебна и награждений Ирий Георгий Черков окропил всех участников ярмарки Святой Водой. На центральной площадке выставки расположилась главная святыня – список иконы в память 300-летия царствования Дома Романовых. Здесь изображены святые, которым молилась царская семья. Это очень редкая икона. Их, насколько я знаю, в России было всего написано 4. Храмы и приходы Курганской митрополии тоже стараются принять участие в православной выставке-ярмарке. Они представляют посетителям местночтимые святыни и изделия своих прихожан. Сегодня на выставке здесь находится икона с мощами великомученика Георгия Попедносца, Стага Апостола, Тра, Александра Невского, Николая Угодника и Лимуровского, чтобы люди могли предложиться, помолиться и помощи, и защиты попросить у святых. Георгий Ченосвестин прикрывается на наших бойцов. Во всех ярмарках участвует наше сестричество. Предлагаем ручная работа у нас, все, что сделано руками сестер. И травы, и мыло, и мази, все это ручная работа. И швейная мастерская у нас работает, то есть все для ярмарки. Готовим заранее. Все средства у нас уходят на дела милосердия. То есть помогаем нуждающимся тем, кто к нам обращается. Троицкая ярмарка носит статус международный. В ней участвуют представители храмов и монастырей нашего Отечества и зарубежья. Есть представители из Украины. Монастырь Иоанны Крестителя и храм святого мученика Уара. Наш монастырь и храм находится в село Великое Калиновка, Хмельницкая епархия, Московский патриархат. То есть мы находимся территориально на территории Украины. Наш храм там. К нам пока нет возможности, но мы вас ждем с нетерпением. Чуть похоже. В этом году зауральская погода подготовила участникам Троицкой ярмарки особое испытание – полящий зной, от которого плавится асфальт. В такую погоду особым спросом у покупателей пользуются различные шляпы и панамы. Головной убор в первую очередь защищает нас от солнца, от ультрафиолета и во вторую очередь придает шарм и красоту. Наши головные уборы все из России, Ставрополья, Краснодар, даже ваш курган здесь у нас есть в шляпках представлен. Дорогие курганцы, приходите, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И наденем на вас красивую шляпку, и вы будете неотразимы. Троицкая ярмарка продлится до 9 июня, так что у зауральцев есть возможность посетить ее и не только приобрести необходимые товары, но и получить новые знания, духовную помощь и ответ на волнующие вопросы. Татьяна Маковеева, Сергей Абалмасов, Алексей Плохов. Пресс-служба Курганской епархии.